День заповедников и национальных парков Как-то мы долго к этому идем, уже год почти. Что затягивает этот процесс сейчас? Во-первых, там было несоответствие документации, когда подавали на национальный парк. Кроме того, заповедник Столбы не единственный, который переводится в национальный парк. Таких у нас четыре территории. Это Командорский заповедник, Данский, Тибердинский. Там, где уже развита туристическая часть и есть туристическая зона. То есть, в принципе, национальный парк классический, это там, где есть туризм. А в заповеднике туризм должен быть ограничен. А у нас, так как заповедник считается одним из самых посещаемых в России, больше 300 тысяч человек в год проходит, то мы уже лет 30 не соответствуем режиму заповедника. То есть, то, о чем мы говорили еще полгода назад, что нужно просто узаконить статус-кво. Люди ходят, и это надо как-то узаконить таким образом. Да, да, да. Но за вот эти полгода, пока движется законопроект, там никаких подводных камней не всплывает? Может, что-то поменяет сейчас? Ну, вообще-то там не должно быть никаких подводных камней, потому что так же остается незыблемость границ. Будет запрещена хозяйственная деятельность всех посторонних субъектов. То есть, национальный парк – это такой же федеральный статус, это та же самая федеральная особо охраняемая природная территория. Ну, нам, точнее, вам в этой ситуации, чтобы получить статус, что сейчас нужно какие-то телодвижения сделать, что-то снести? Сейчас уже нет. То есть, мы прошли все процедурные экспертизы, что нужно было сделать. Кроме того, были публичные слушания, общественные слушания. В Российской Федерации в каждом субъекте проходили они по переводу вот этих четырех заповедников в национальные парки. И наши в том числе? И наши в том числе, да. Что это по факту будет означать для горожан? Это скорее плюс, скорее минус? Ну, для горожан это, скорее всего, плюс, потому что тут массовый туризм, который развивался. То есть, мы стояли на, можно так сказать, ходили по лезвию ножа. Потому что обустраивать туристический район, с одной стороны, это очень рискованно в статусе заповедника. Потому что, как таковой массовый туризм там не может быть. И горожане и посетители постоянно требовали, допустим, чтобы поставлены были урны, были какие-то туалеты, какая-то инфраструктура развития туризма. Но в заповеднике такое не может быть. Поэтому мы переводимся в национальный парк. А вот с точки зрения финансового вливания национальный парк звучит так более, что называется, пафосно. Будет ли это означать, что будет больше денег вкладываться? Ну, денег больше вкладываться, может быть, и не будет. Но есть возможность софинансирования из других бюджетов. Кроме того, национальный парк может сам зарабатывать на туризме. А заповедник такого не мог? Заповедник мог, но есть определенные ограничения. И, кроме того, будет расширен немножко у нас туристский экскурсионный район. То есть там, где уже проложены тропы за счет буферной зоны, это 0,5% от всей территории. Да, вот про зоны давайте поговорим, потому что это более понятно. Сейчас вот при заповеднике есть три группы зон. Туристическая, куда вход свободен. Туристский экскурсионный район. Да, есть буферная такая, средняя, совсем заповедная. И совсем заповедное ядро. То есть все то же самое зонирование будет сохранено и в национальном парке. Единственное, туристический район за счет так называемой буферной зоны будет немножечко увеличен. Туристический район, то есть зона доступа увеличится? Ну, там, где уже проложены туристические тропы и где существуют две столбовские избы. Потому что оставить их в том зонировании невозможно. А оно узаконит уже нахоженные тропы или позволит расширять новые? Оно узаконит уже нахоженные тропы. И очень много сейчас посетителей ходит у нас в буферную зону. То есть, чтобы пройти по ряду экологических маршрутов, нужно, как бы, туристы попадают все равно в буферную зону. И чтобы не было таких противоречий, вот эти маршруты уже будут узаконены. То есть этих туристов пускали, но на таких птичьих провал, что называется? Ну, брали пропуск. Нужно было обращаться в администрацию заповедника. А сами представляете, выходной день, если вы утром собрались на столбы, где можно пропуск взять, и они автоматически становились нарушителями. Хотя проходили там 50-70 метров по этой буферной зону. Проще говоря, мест, где походить будет теперь побольше. Ну да. То есть у нас планируется открытие новых пяти экологических маршрутов, в том числе со стороны восточного входа, который более активно будет развиваться сейчас. Вот давайте про восточный вход. Во-первых, со стороны горожан вам большое спасибо за то, что открыли вот это вот новое направление, точнее, эту новую точку входа в столбы. В буквальном смысле позволили нам посмотреть на столбы с другой стороны. А с другой стороны, как это все сопрягается вот именно с переходом на национальный парк? Не зарубит ли все это на начинание появления нового статуса? Ну, смысл восточного входа – это прежде всего перераспределение того туристического потока, который есть. Потому что колоссальнейшая антропогенная нагрузка, именно рекреационная, которая приходится на центральную группу скал. То есть большая часть посетителей – это около 300 тысяч человек, они все заходят через центральную столбу. Со Свердловской, по крайней мере. Ну, с улицы Свердловской, да. А получается, емкость, то есть рекреационная нагрузка, она определенная на эту территорию. И то есть она уже превышена, ну, буквально в два раза. Поэтому, если мы развиваем восточное направление, которое более близко к городу, также к Красноярску, оно является более перспективным. Потому что, если вы даже приехали на конечную автобусного маршрута 37-го, вы можете пройти буквально полтора километра, и вы на границе заповедника Столбы. Там прекрасная Токмаковская группа скал, очень хорошая скала Китайская стенка. Ермак там же, да? Ермак, да, Воробушки, ну и так далее, другие скалы. Они ничем не хуже, тот же самый гранит. Мне так кажется, что они намного интереснее, чем центральная столба. Ну и более того, судя по отзывам, я сам пока еще не планировал, жду, когда дети чуть подрастут, планируем сходить. Там не нужно идти несколько километров, пока вот центральный уход долго-долго погореть, тут Столбы фактически не в степе перед глазами. То есть вы можете подъехать также на машине, в выходной день припарковаться, ну, буквально там около ста машин может вместиться. Подъехать дальше, чем конечная автобуса? Подъехать дальше, конечно. Прямо там, где практически в гранитном карьере. То есть подъехали, вышли с детьми, прогулялись. Там сейчас вот интересно, горка есть, можно покататься. Кроме того, залит скалодром, ледодром, то есть проводятся соревнования по ледолазанию. Профессиональные, да? Профессиональные, конечно. Чемпионат края проводился. Очень интересно. То есть, если вам надо раньше было идти 7 километров, я имею в виду центральную часть столбов, то здесь вы можете, буквально поставив машину, прогуляться полтора километра, и вы посмотрите те же столбы, но с другой стороны. И со статусом национального парка тут ничего поменяется. Этот вход останется таким же легальным? Этот вход также останется. Кроме того, он будет обустраиваться. То есть будут промаркированы туристические маршруты, которые уже есть. И часть, допустим, маршрутов соединит фан-парк Бобровый лог с восточной частью заповедника столбы. Это мы готовим такое новшество в связи с той же универсиадой, потому что большая часть посетителей и спортсменов, которые приедут на универсиаду, зрители, да, не все же поедут на центральные столбы. У нас иначе это будет просто проезжая часть. Поэтому для этих целей мы должны обустроить восточную часть. Ну, пока знакомые пеняют на то, что восточный вход, он, да, он новый, он красивый, свежий абсолютно, но там недостаточная инфраструктура. Имеется в виду тех же самых, как это называется, кордоны, там ларьки, где можно перекусить, скамейки какие-то. Но кордонов мы там не планируем делать, потому что у нас есть временное сооружение, инспекторский пункт. Я считаю, что этого пока достаточно. Единственная проблема, которая там встала, так же, как и на центральных столбах, это туалеты и мусорные контейнеры. Если мы их ставим, опять же, есть риск такой, что часть жителей Свердловского района будет просто мусор туда выбрасывать. Потому что многие приезжают за водой, набирают очень там хорошая вода, и параллельно могут и мусор выбросить. Потому что каждую весну где-то 2-3 КАМАЗа мусора вот с этой части мы вывозим. Да, вы что, уже с восточной стороны? Да. Ну, а в конечном счете, чем будет отличаться центральный вход и восточный? Один будет более там развитый, второй более экологичный или примерно одинаковый будет по уровню развития? В принципе, восточный вход, он более доступный в плане транспортной логистики, получается. Кроме того, он на разную степень нагрузки. То есть вы можете дальше пойти, можете вернуться. То есть это раз. Второе, то что здесь меньше народу. То есть это тоже, вы если пришли погулять, то есть пешеходная прогулка ваша, она будет более интересна, мне кажется, в том месте, где менее людей находится. Потому что и так от городской суеты устаешь. Азамач, вот вы упомянули, 300 тысяч посчитителей, это в год имеется в виду в целом на столбах? Это в год в целом на столбах. Потому что у нас стоят, как мы считаем, стоят видеорегистраторы и фотодатчики специальные. То есть это практически распознавание на лица идет. А, тут объективные подсчеты, да? Вот удалось ли восточному ходу как-то разгрузить поток и забрать часть десяток тысяч? Сейчас мы просто пока пробно подсчет вели, просто наши сотрудники, как бы, ну, эмпирическим путем рассчитывали сколько. Если раньше это в целом было 30 тысяч человек в год, то теперь уже около 60 тысяч человек в год проходит через восточную часть. То есть 20% уже примерно на восточную часть. Вот 300 тысяч хорошая такая цифра, вы чувствуете, что она растет в связи с последними событиями на внешних туристических рынках и ставкой упором на развитие внутреннего туризма? Есть ли он сейчас в чем-то проявляется, в какой-то поддержке, не знаю, властей, может быть, частного государственного партнерства? И готовы ли вы к увеличению такого въезда внутреннего туризма? Мы чувствуем, конечно, такую нагрузку буквально, наверное, года два. Может, это связано, прежде всего, даже не с кризисом, а с тем, что часть туристических маршрутов обустроена. И красноярцы, допустим, или жители ближайших регионов теперь пользуются этой инфраструктурой, приезжают. Здесь могут в том числе разместиться, здесь есть летний палаточный лагерь, есть гостевые домики. Кроме того, некоторые приезжают на столбы, там, йогатуры такие у нас тоже есть. Йогатуры. Йогатуры. Да, тоже пробовали летом. Поэтому, то есть столбы стали более доступны именно туристический район. Может быть, да, с закрытием части маршрутов заграничных, часть посетителей будет просто увеличиваться. Потому что населению некуда больше ездить. И здесь все доступно и бесплатно. Но вы к этому готовы к потенциальному увеличению? Вдруг 400 тысяч? Ну, вот для этих целей мы как раз и пробуем обустроить другие входы в заповеднике. Сейчас это восточный вход. А, возможно, еще какие-то. И со стороны фан-парка Бобровый лог тоже будет продолжено обустройство. Угу. Потому что как только вы поднимаетесь на канатки, проходите метров 300-400, вы попадаете опять в заповедник столбы. Хорошие новости. Еще один хороший повод сходить на столбы. Особенно, ну, тут я уже обращаюсь к нашим зрителям, попробовать этот самый новый восточный вход. Лично я планирую в ближайшее время с детьми попробовать пробиться все-таки. Спасибо еще раз большое. Это был Вячеслав Щербаков, директор заповедника столбы. Это была программа интервью. Увидимся.